здравствуйте михаил я владислав из днепропетровска украина так начинается вопрос он некоторое время назад был задан так что я извиняюсь за задержку но у меня их там штук 60 сейчас накопилось у меня даже не вопрос к вам а скорее просто хочется сказать о наболевшем я давно смотрю ваш канал и вы прямо таки заразили меня на изменения в жизни вы открыли для меня к юэй мне очень это дело понравилось и с головой ушел в обучение прослушал ваш курс пошел войти школу у нас в днепре прошел трехмесячные курсы трехмесячные курсы углубился в английский после приступил к поиску первой работы и вот тут меня берет небольшое отчаяние очень сложно найти работу джонеры никому не нужны или очень высокие требования с опытом на каждую новую вакансию приходит по 200 резюме я как-то даже не ожидал что эта сфера настолько конкурентна и я если честно немного в замешательстве я конечно не прекращаю поиски и прокачиваю свои скиллы дальше но какая-то беспросветность меня пугает даже не знаю может просто у вас найдется каких-то пару слов у нас всегда найдется пару слов о чем вы говорить сейчас мы их скажем да друзья если бы наш герой имени туда владислав есть владислав из днепропетровска из днепра как он теперь переименован если бы владислав увлек с тестированием на пару лет раньше то была бы совсем другая картина конечно но в связи с последними событиями когда экономика стала резко ухудшаться с работой и стало плохо доллар значит там вырос трое в цене то конечно всякая работа которая более-менее стабильно которая платит в долларах если она например какая-то там офшорная то конечно это все резко выросла в популярности сейчас я знаю массу народу переучивается там и так далее нет не только на тестирование но и на более серьезные вещи там буткемпы со всех сторон и что получается конечно сейчас конъюнктур не очень благоприятно с другой стороны когда вы говорите что на каждую позицию приходит 200 резюме вы все-таки имеете ввиду что это те же самые 200 вот допустим за месяц было там 20 позиций например и на каждую из них пришло по 200 одних и тех же резюме то есть грубо говоря к концу месяца значит 20 человек наверное нашли работу осталось 180 с одной стороны с другой стороны наверное из курсов еще люди подошли тоже может быть как бы добавилось но тут есть тонкость состоящая в том что все-таки люди которые некоторое время находятся на рынке и они может быть имели там три-четыре-пять интервью да может быть не успешно имели но все-таки у них есть опыт прохождения интервью поэтому эти 200 резюме конечно отличаются сильно люди владельцы резюме сильно отличаются по опыту прохождение интервью нахождение на рынке и так далее сам по себе этот опыт тоже ценен я очень хорошо понимаю вот это ощущение безысходности когда ты бьешься там многие чернота и никакой отдачи поэтому задача резюме в данном случае состоит в том чтобы вам позвонили и начали с вами разговаривать собственно в этом смысл всякого резюме поэтому там можно немножко фантазировать но чуть-чуть не не так чтобы там уж совсем горбатого налепить но но тем не менее в рамках так сказать некоторого оживления там этого резюме но в сущность сколько бы вы там не не крутили не мудрили и сколько бы вы свои навыки там не оттачивали никакое оттачивание навыков не заменяет и не компенсирует отсутствие опыта поэтому значит ваше резюме должно наполниться опытом откуда берется опыт опыт берется от того что вы выполняете какие-то проекты вы можете их выполнять за деньги вы можете их выполнять бесплатно на волонтерских началах значит вы можете их искать там на сайтах где фрилансеры чего-то ищут вы можете делать поиск там на open source и находить проекты которые в open source вы можете даже не не договариваясь ни с кем просто взять какой-нибудь веб-сайт и начать его там тестировать например или какое-то мобильное приложение бесплатное скачать и начать его тестировать значит теперь что такое начать тестировать начать тестировать это значит выполнять характерные типичные наиболее востребованные вещи которые делает тестировщик что он делает он изучает требования но если вы где-то взяли там просто на рынке там требований может быть особо нет но может быть есть какое-то коротенькое описание я не знаю ну что значит итак вы допустим вы изучали требовать следующий момент который вы выполняете вы пишите документацию напишите тест дизайн какой напишите сделайте там тест матрицу до которая будет например там разные браузеры с разными операционными системами или там скажем для мобилок то же самое если это мобильное приложение напишите тест кейсов но напишите две сотни тест кейсов чё за проблема такая напишите две сотни тест кейсов вот кроме того возьмите какой-нибудь там селениум вам нужно будет его установить и я не знаю есть ли что-то население просто так болтающегося по-русски например да но вот например на нашем канале есть на английском на хорошем на простом таком английском у нас есть называю на канале партнов school youtube.com slash партнов school там есть 13 последних видео они небольшие там по 15 по 20 минут как установить селениум как там рекординг там сделать простенький как его модифицирует кончается там даже немножко рассуждениями от java а сама таких базовых понятиях там и так далее все это в применении каким-то задачкам каким-то задачкам ну возьмите в конце концов но возьмите это там в приложении напишите против него там две сотни тест кейсов потом возьмите там 10 и автоматизируете потом еще 10 автоматизировать потом там себе соберите их вместе ну но ничего такого то там нет вам же не говорят там серьезный код какой-то написать но хотя бы рекордингом сделайте там подправьте чтобы понадежнее работала и все чего за проблем такая значит и вот это все пишется значит опыт который у вас есть в резюме это опыт проекта опыт это никогда вам деньги платили хотя конечно опыт где деньги платят ценнее чем опыт который ну где не платят но вы же соревнуетесь с людьми у которых нет опыта вообще никакого правильно значит вот джуниры без опыта никому не нужны а у вас сейчас будет опыт соответственно вы выходите резко и ваши резюме из вот этого вот один из двухсот там да становится одним из десяти которые с опытом проектов значит вот вот собственно и все да кроме того вы можете например по форумам походить вы можете пойти на стартаповские тусовки я не знаю но разберитесь там у себя в городе значит где-то есть места где люди тусуются айтишные пойдите туда предложите свои услуги скажите что вы готовы бесплатно за опыт потестировать вот вот собственно и все значит найдите возможность сделать несколько проектов и написать себе в резюме вы не должны делать его полгода если этот проект делали там две недели по два часа в день вы уже можете вполне написать его себе в резюме у вас будет о чем поговорить вот и кроме того резюме помимо того что в нем есть какой-то опыт резюме отличается очень сильно как бы сказать классом вот того что написано как написано вы можете одни и те же вещи то скажем один и тот же опыт написать так что никто с вами разговаривать не хочет а можете гораздо меньший опыт более скромный опыт написать так что каждый хочет поговорить то есть еще подача тоже очень важный момент безусловно если вы никогда в профессии в этой не работали и так далее вам сложно вы откуда вы возьмете но у нас есть значит во первых если вы наш курс смотрели на видео там есть последние два урока про cover letter и про резюме то есть там есть отдельное занятие двухчасовое по резюме и кроме того у нас есть плейлист называется вебинары на нашем канале и в этом плейлисте есть два видео один называется значит там как сделать резюме там для работы для поиска работы в сша по h1b а второе мы только что они сделали еще раз смотрим и его там как-то значит ну рассматриваем модифицируем там и так далее вот есть еще два вот таких вебинара ну посмотрите не вообще смотрите а смотрите и каждая мысль которая есть к своему резюме и применяйте понимаете вам не надо смотреть видео вам надо вот те там может быть полсотни идей которые в каждом из этих видео есть потихонечку по одной значит употребить вот вот собственно и все есть образцы резюме есть масса этих буллетов которые там гроздьями висят вот вы можете к себе брать там и так далее поэтому вот собственно и все мы должны выделиться проектами раз и подачей 2 подачей 2 я видел людей которые легко это делают я видел людей которые по пять раз видео смотрят и такое ощущение что они никогда его не видели ни одного раза и они говорят ну вот ведь я делал как вашим видео я думаю боже может он что-то еще посмотрел но то есть полная неспособность вот посмотреть там и сделать как рассказано понимаете может быть если человек вот настолько уже вот выпадает может быть ему не надо быть тестером я не знаю что он должен делать буду человек как бы искать полностью неспособным там допустим посмотрите сделать как сказали ну я не знаю ну может быть еще что-то может быть есть такие работы я не знаю но это явно не тестирование программного обеспечения то есть там там очень важно понять инструкцию по ней отработать это как бы ключевой момент профессии поэтому вот так бы я сделал ничего такого хитрого с точки зрения идейности тут нет я часто вижу люди пытаются знаете как найти какой-то ход о котором никто не знает но и они думают что вот если они это сделают то тогда они куда-то там прорвутся на самом деле что получается они не потому в проколе что не знают чего-то эдакого такого никому неизвестного там и так далее они в проколе потому что самые фундаментальные вещи в которых прокалываться нельзя никогда ни при каких обстоятельствах и так далее вот в этих вещах они прокалываются вот как знаете как есть like no tomorrow нет у них завтрашнего дня вот они так живут кого-то завтра уже нет не придет и не надо будет ответ держать за то что сегодня натворил поэтому вот вот в этом месте все происходит и да еще одна мысль которая у меня возникает есть все-таки места кроме днепропетровска днепра значит будем привыкать к новому названию по-моему назывался или советград когда-то до большевиков так вот значит есть другие города есть харьков есть киев есть львов большая украина там в харькове я вот помню кто-то мне на днях там написал что вот чуть ли не в подземных переходах объявления висят что вот нужны тестеры понимаете поэтому может быть ради такого дела в харьков съездить а чё там ну ну поживете в харькове годик там полгодика значит все-таки в речь идет об очень серьезные перемене в жизни а когда уже будет опыт значит там пойдете дальше а может вообще останетесь харьков громадный промышленный город я не знаю там чем плохо харьков вот так что я бы я бы так сделал она того стоит она того стоит вот наверно так значит перестаньте чувствовать себя никем перестаньте чувствовать себя одним из двухсот вы скажите себе я один из десяти потому что мне вот там дядь миша сказал и я сделал как надо было и все понимаете не будьте как все сделайте шаг вперед сделайте два шага вперед три шага вперед вот вот собственно и все наверное это проще сказать чем сделать это правда я целыми днями вот я веду такую борьбу со студентами которым говорят как сделать они в итоге значит ой господи да а то знаете еще раз вот бывает такой пример вот у меня лежит резюме у меня много там ну и надо референс давать человек берет чего он вдруг я не знаю но объяснить это невозможно вот он взял резюме и что-то начал там крутить изменил даты какие-нибудь мне звонят и говорят вот там когда он у вас там я бы вот такого вот по такой это нет горит не совпадает я думаю а почему же он изменил ну хорошо это отдельный вопрос допустим он хотел изменить но почему же он мне не сказал он что не понимает что референсы в тот момент когда ты что-то пишешь ты же должен себя спросить а ты кто ответ поддержать будет когда тебе скажет ну давай да и ты должен дать имя телефон куда звонить и и там скажут и там скажут не то что ты написал ну вот я спрашиваю себя я думаю но это же на как на каком свете должен человек жить то есть какая должна быть степень от чужденности отвлеченности абстрагированности от конкретных обстоятельств которых ты находишься я думаю ну может быть действительно он не должен быть теста понимаете нельзя же человека взять и вбить его как гвоздь в какое-то инородное там тело только потому что вот он там допустим хотел бы деньги получать но абсолютно не соответствует ну вот давайте его забьем туда как он там жить будет я не знаю поэтому я говорю что все-таки нужно соответствовать немножко тоже и не не бог весь чего там от вас требуется давайте я вам полную программу уже написал и слава богу есть позиции джонерские так более того вы поработаете немножко вот может быть там каким-то фрилансером там или на каких-то проектах вы уже не будете толкаться с теми кто уже совсем джонера вы будете немножко повыше классом и там их не будет 200 человек на одну позицию а будет там реально это всего ничего понимаете вот так что я бы так посоветовал так вот расширите географию даже если вас например не возьмут во львов харьков там я не знаю киев там и еще куда-нибудь крыжополь но у вас будут какие-то интервью в skype и значит допустим вы прошли 10 интервью в skype для того чтобы пройти 10 интервью скайпе может быть вам надо было пройти там 50 телефонных разговоров но вы уже матерый как я не знаю что вам уже когда местные кто-то там позвонил там и так далее да вы все уже уже все решено вы уже вы уже на голову выше их всех в том как вы проходите это интервью поэтому такая такая схема в общем она очевидно все я вот вам это рассказываю я думаю боже но неужели это все не очевидно но есть некоторая разница между очевидным и таким что ты готов идти и делать вот поэтому насколько бы она не была очевидным она очевидно когда делать не надо а а когда надо делать уже там начинается много других соображений а может быть надо это делать может быть то а может быть надо ему эти скилзы там подтягивать оттачивать давайте вместо того чтобы проекты какие-то фигач вот он себе придумывает схему и начинает ей соответствовать не надо соответствовать вот той схеме соответствуйте моей вот я вам нарисовал и вперед под завязку расскажу случай у нас есть знакомая тут женщина риэлтор и у нее невестка отучилась на медсестру registered nurse а сейчас что-то их какое-то переполнение у нас вот тут в кремниевой долине что-то работы нет было всегда полно легко без разговоров а тут что-то я уж не знаю что но и этот риэлтор у нее знакомых много она начинает всем гать ребята там может быть кто-то поможет или что-то ну и я вспоминаю что у одного нашего студента есть жена которая начальником смены в госпитале в большом работы и я прошу студента студент просит значит жену жена встречается с этой девушкой и они какое-то время беседуют то ей на ходу правит резюме что-то такое ей объясняет и она тут же находит работу при том что мы тоже можем сказать что там по 200 резюме там и туда-сюда но что-то такое есть вот есть некое видение понимаете и резюме сделаны человеком с видением и человеком без видения это два разных резюме и как бы и и видение и отсутствие видения сразу видны вот это то что сработало поэтому я вот вам дал это видение сделайте вот и вы увидите разницу счастливо